Похожую разработку представили и в Японии. Там предлагают получать водород из пластика для автомобилей нового поколения. Выставка экотехнологий прошла в Кавасаке. Этот город является лидером в области использования зеленых технологий в Японии. Ежедневно на предприятии перерабатывают до 200 тонн мусора из пластика. Здесь же выпускают свыше 10 наименований продукции. А в ближайшее время начнут производить водород, который может быть использован для электроснабжения и для заправки автомобилей. Мы производим аммоний из бытового пластикового мусора. Сам по себе водород – это возобновляемый ресурс. Он доступен и сейчас на него растет спрос в мире автопрома. После проведения всех необходимых тестов мы перейдем к масштабному производству. Администрация города Кавасаки ставит перед собой две цели, связанные с водородными технологиями. Первая – научиться использовать водород, например, продавая его в качестве автомобильного топлива. И вторая цель – научиться создавать водород, потому что в нашем городе есть необходимые заводы и лаборатории, которые мы можем также ориентировать на производство водорода. Япония – одна из участниц международной выставки «Энергия будущего», которая пройдет в следующем году в Астане. Основной темой японского павильона на Экспо-2017 станет водородная энергетика. В числе участников – автопроизводители, которые представят машины с двигателями на топливных элементах. Одолжение следует... Продолжение следует...